моя родина сибирь необъятна велика как жених так и богатырь а как невеста так ягода так друзья вторая половина фильма снимаю в одиночку как всегда вот так мне помогать никому так перед нами двойной саженец который я шутку назвал двухъяйцовый в этом еще надо убедиться видно что-нибудь или нет ничего не видно если не видно значит тоже не беда зато слышно хотя ветер и так продолжаю выкапывать двойное сажение с надеждой что здесь было два зародыша и мы будем иметь дело сразу с двумя с одной стороны обкопал сжатый обкопал еще с одной стороны копать очень сложно потому что я задел еще два саженца я решил выкапывать сразу четыре саженца так вроде подались вот эти два они поросли и выкопать их сложнее поэтому видно или нет я копаю специальную яму с одного боку для того чтобы подрубить центральный корень как правило как правило у них мощный центральный корень закопался поглубже с целью перерубить корень вот так вот на такой глубине вот так вот на такой глубине вот и смотрим что получится так поддается нет еще не перерубил еще пробуем тогда тут яму копаю как правило центральный корень один не поддается вот муки творчество с этой стороны подрубили посадки были плотные земли не хватает вот чтобы два с лишним миллиона за пятьдесят сот отдал у соседей у одних у других у третьих пытались увеличить участок хотя бы до полу гектара хотя бы с острого меня выжили выжгли так и живем ну пробуем вроде поддался наступил момент истинный одинарный или двойной двойной значит за него получится не 1000 рублей а две вы поняли да что я не такой уже и бескорыстный все выкопался смотрим 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 вот этот момент истины сейчас я возьму фотоаппарат повешу себе на шею вот так вот ну глядим разделиться нет так фотоаппарат висит кое-как так вот так разделился и так это получается вас с одного семени получилось два зародыша вот так они росли росли плотно смотрите как вот эти две стенки вот эти вот вот эти они соприкасались видите даже хорошо видно вот это соприкасалась вот с этим вот с этим место и так это была одна косточка я получил два неплохих саженца конечно на глубине получается где-то 25 сантиметров он обрублен и я тут ничего с этим поделать не мог второй смотрю вот здесь как-то ярко выраженный центральный корень нет вот этот был глубже раз в три глубже этот более пышный еще раз вот один вот второй так как по ссылке ехать все равно приходится землю стряхивать теперь смотрим еще раз вот на черном фоне удобнее вот так и так левый правый принципе одинаково только один более стержневый еще вот тут вот наверное еще сантиметров на 10-15 уходил глубь так второй бобов меньше центральный не так выражен а теперь смотрим вверх и все-таки они близнецы смотрите нет у этого все-таки корень получился меньше и росток меньше а этот более мощный теперь мы отходим нам нужно такое место где их можно хорошо разглядеть и впереди идет обрезка впереди идет обрезка а вот на этом месте удобно я умудрился потерять секатор сейчас буду искать вот или давайте уже так вот они вроде близнецы но корни получились разные еще раз один и второй все-таки это близнецы оказались с одного с одной косточки и тогда внимание чуть разделим вот так вот этот корень явно был был до выкопки мощнее дал больше крону этот чуть поменьше чуть похилее но в принципе он даже лучше сохранился потому что чем меньше корень тегле еще выкапывать так вот и внимание это еще не все да сразу скажу что я буду делать в этом месте вот в этом месте он будет обрезать бедные будущий хозяин он представляете как бы он хотел иметь всю эту крону иметь в наличии всю эту крону иметь в наличии не получится вот здесь обрезаем вот для того чтобы лучше прижилось это мой железный закон железово не продавать без обрезки вот второй вот здесь в этом месте будет обрезан вот этих корней должно хватить но вот досюда надо было выкормить все жаль без оператора может что-то плохо видели и закончится разговор помните вторая сладкая пара ведь Юлия Сергеевна продала 4 они купили у нее 4 она попросила их выкопать привезти так а вот вторая пара вот она потянули выкопался а самое обидное что вот бы тут же бы посадить как бы он хорошо бороться да но смотрим еще раз полюбовались на корни так пробуем разделить его внимание я уже чувствую что похоже еще один двухъяйцовый я смеюсь ой 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 нет все получается делится 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 к огромному сожалению ради посылки все это надо стряхивать стряхнули и еще раз это было еще раз одно целое это не две косточки это была одна косточка одна разделяю внимание и так получилось с двух косточек четыре саленца и простите меня старого хохла но я в шутку себя хохлом называю а может и не в шутку мой дед по украинской линии про пра-пра-пра прадед атаман запорожского войска мне дед рассказывал как и в польской школе не любили эта самая эту фамилию вот с такой фамилии польскую школу ходить представляет вот ну и так вторые две полюбовались вот смотрим корни целенькие практически целенькие давайте на такое место где хорошо разглядеть вот вот к этой сладкой парочки присоединяем еще два и того 4 вот хороши хороши если у этого повреден центральный корень глубже выкопать я не мог это все а компенсируется сильной обрезкой но он и самый мощный оказался вот красавец вот такой высоты он примерно с мой рост чуть-чуть уступает мне по росту вот все вот это вот я и хотел вам показать вот и может быть даже не закончат разговор вот так запись идет бывает часто меня подводит этот самый фотоаппарат раз я выкопал 4 персика очень легко выкопать совершенно маленькие совершенно маленькие шелковицы вот они вот как плохо без оператора как мне говорят наймите оператора и дайте денег я найму и вы знаете тут же совет превращает шутку или забывает так и так я выбираю из оставшихся лучей но человек рискнул купить неожиданно не дожидая следующего сегодня когда он будет когда он стал бы вот такой вот примерно вот такой вот и не с ним сейчас хотя бы одну на ваших глазах выкопаю из оставшийся это самый лучший вот кодку извините что болтается все это тихо это с фотоаппарат на моей шее болтается ничего не могу поделать вторую выкопа второй стороны все внимание обкопал достаю вот смотрите какие корни а всего лишь посажен был на укоренение что такое посажен на укоренение была воткнута пойдемте опять на такое место вот где хорошо видно на бетон давайте сюда вот вот тут вот светлое местечко вот тут вот смотрите и так укоренение было в конце июля август плюс сентябрь плюс начало октября сейчас счет конце июля август сентябрь два с половиной месяца результат вот прекрасно укорениться я думаю тот то отдал за него тысячи не позволяет вот сейчас я прекращу съемку да знаете что натворил я себе заготовил целый мешок вот этих вот листьев у меня мощная шелковица вот целый мешок для чего делаю настойку и пью это сахар пока ну был 11 сейчас 7-8 вот ну я еще и таблетки пью помогает не помогает ну ну хуй мне жалко что ли себе настойку сделать если у меня огромное дерево шелковица поняли да для чего я их себе держу немножко продают черенки немножко а много и не покупает еще раз корни еще раз кроны еще один выкопаю я так если ничего не изменила юля это 1000 рублей еще такой же тысячи рублей и 4 персика еще по тысячи этого 6 присылку обычно мы берем 500 рублей хотя может быть и больше сейчас они я не знаю юля у меня специалист она подправляет посылки ну при примерный расклад вы поняли 1000 1000 1000 6 раз по тысячи возможно 500 рублей может она больше берет не знаю вот и вот это вот для чего я сделал фотографию фильм во первых она его отправит человеку который это это не пожалел денег вот это уникальная вещь у меня на том участке наверное я да я вот я фотографии сделал сегодня уже туда не пойду снимать вот я фотографии сделал покажу откуда дровишки то есть откуда брались эти самые слова так как и вот это я про эти про базарные саленцы спрашиваю сюда откуда дровишки так вот косточки поняли берутся собственного сада не из этого не то что я купил где-то плоды плоды съел а косточки вам простить который замерзает только так у меня еще пару слов скажу наверное раз так долго получается на два фильма будет так сейчас буду ходить и говорить сейчас